МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Влад Французов. Здравствуйте! О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним в итоговом выпуске программы Сахалин сегодня. А пока коротко о главных темах. Устраняли днем и ночью в Южно-Сахалинске произошли серьезные коммунальные аварии. Поставлена задача до конца разобраться, почему произошел гидроудар, почему порвалась сеть. В шнегу и мусоре детские площадки в областном центре не чистят с начала зимы. Никогда не видел, чтобы ее кто-то чистил, кроме наших сил. Дню науки посвящаются. Полицейские рассказали о способах исследования улик. И вот машина вам сама строит скелет. И уже исходя из этого, вы сами должны корректировать, правильно ли машина расставила призм. Плата за перегруз в областном центре запустили в работу пункт весового и габаритного контроля. Данный пункт работает в тестовом режиме, то есть уже озвучивал, да? В течение трех месяцев он никого не штрафует из перевозчика. В Южно-Сахалинске предотвращали сразу две серьезные коммунальные аварии. Сгоревшая трансформаторная подстанция привела к отключению света в частном секторе и насосов на тепловых сетях. Порыв на теплотрассе оставил без тепла. Десятки многоквартирных домов с проблемами справились. А о том, как это было, расскажем в следующем материале. Первый инцидент произошел незадолго до полуночи на проспекте Победы в районе Трех Братьев. Из лопнувшей теплотрассы хлынул кипяток, заливая дворы, парковки и подвалы. Густой пар окутал окрестности, кто-то из прохожих обжег ноги, приезжала скорая. В подтопленном доме номер 35 отключили электричество. На месте порыва собрались коммунальные службы и руководство Южно-Сахалинска. Магистральный комсомольский коллектор временно отключили от воды, из-за чего без отопления осталась значительная часть города. Предварительную причину аварии назвали быстро – гидроудар в системе. На трансформаторной подстанции ФРС произошел пожар в районе ликюроводочного завода. Это повлекло к выходу из эксплуатации насосной подстанции номер 1, которая принадлежит Сахалинской коммунальной компании. Как специалисты технически полагают, вследствие этого произошло повреждение комсомольского коллектора. Около двух часов ночи коммунальщики обнаружили место утечки. Воду откачали, лопнувшую трубу заварили. Запитка коллектора и восстановление теплоснабжения продолжались до позднего утра. Когда рассвело, обнаружили новую аварию – на улице Тихоокеанской. Там теплотрассу прорвало при запитке системы. На пересечении улицы Музейная и Буюклы, около дома по дом 28, здесь также работают, осложнено тем, что порыв в месте, где растет дерево, но тем не менее, так сказать, безусловно, приняли все необходимые меры. И в ближайшее время будет порыв, авария устранена. Но в данный момент это не привело к отключению домов. В течение дня проблемы с теплом были в пяти десятках многоквартирных домов, школе, детском саду и городской больнице. А еще было снижено давление в водопроводе. Для заполнения тепловых сетей понадобилось много воды. В причинах аварии, кроме городских служб, разбираются Ростехнадзор, Следственный комитет и прокуратура. Дмитрий Зелинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. На площадке Сахалинского индустриального парка приступили к финальному этапу монтажа административно-лабораторных корпусов. Сейчас строители занимаются устройством перекрытий четвертого и пятого этажей всех трех зданий. Напомню, их общая площадь превысит 19 тысяч квадратных метров. Работы начались летом прошлого года. В парке разместят офисы, лаборатории, базы и склады компаний, которые предоставляют сервисные услуги добывающим нефтегазовым предприятиям. Основная задача его – это локализация производства по ремонту турбин, трубопроводов и экспертизе лабораторных исследований нефтепродуктов. С появлением такого нефтегазового парка будет создано более тысячи рабочих мест. И на сегодняшний день мы понимаем, что развитие нефтегазового комплекса будет именно благодаря данному парку. К концу 2023 года административно-лабораторные здания начнут заполнять сотрудники резидентов индустриального парка. На данный момент подписано более 11 соглашений. Основным направлением деятельности нашей компании станет сервисное обслуживание нефтегазового оборудования, а также изготовление офшорных корзин и контейнеров. Парк должен стать местом организации единой работы нефтегазовых предприятий. Это позволит снизить зависимость от зарубежных поставок оборудования. Во многих дворах Южно-Сахалинска с начала зимы не чистят снег и не убирают мусор на детских площадках. Гулять среди сугробов, которые превратились в качели и горки, еще можно, а вот поиграть на них уже сложно. Ответственные службы проблему игнорируют с людьми и чиновниками, пообщалась наша съемочная группа. Маленькой Полине нравится игровой городок на улице Науки 5 в Новоалександровске. Большая, яркая, но у площадки есть один критический недостаток – неубранный снег. Любимая карусель засыпана так, что еле видна. Откопать, чтобы покружиться, у малышки и мамы не хватает сил. Вот, писать, знаешь, сколько надо копать? О, сколько надо. А вот тут поезжаешь? Современное и удобное место для игр здесь построили два года назад. Сил на его содержание у коммунальщиков после этого хватило ненадолго. Если прошлой зимой управляющая компания хоть как-то содержала площадку, в этом сезоне ее забросили. Никогда не видел, чтобы ее кто-то чистил, кроме наших сил. Ну, своей помощью. Дети с лопатками, мамы, папы. Кто как можно в этом году, мало кто чистит ее, даже мужу устали. Поэтому вот так вот играем, пытаемся. Играть здесь опасно. Ребенок может получить травму, выпав за борт горки или споткнувшись о торчащий забор. Местные жители уже не надеются, что кто-то обратит внимание на их двор. Здесь и маленькие, и два, годик, и годик. Вот по этим сугробам они лазают. Никому ничего не нужно, понимаете? Нет, никому. Вот здесь почистят чуть-чуть и все, а это как будто так и нужно. Все говорят, все для детей. Все для народа. Похожие проблемы на другом конце города, на железнодорожной 77. Прогулки здесь тоже оборвала зима. Из комментариев мэрии стало ясно – детям придется ждать весны. Если площадка на балансе УК, можно попробовать добиться ее содержания в жилой инспекции. Ну а муниципальные объекты чистить никто и не собирался. В настоящее время департаментом городского хозяйства проводится анализ тех площадок, которые закреплены за МУЖУ-10, для того, чтобы в следующем сезоне, в следующем зимнем периоде, оставить некоторые элементы для возможности использования их в зимний период. То есть, вполне возможно, с большой долей вероятностью, в следующем году будут у нас детские площадки, часть элементов которых будут содержаться, в том числе и в зимний период. Площадку в 41-м микрорайоне построили летом на месте ветхого хоккейного корта. На нее потратили более 7 миллионов бюджетных рублей. Судя по тому, что здесь никого нет, родители не хотят искать и уговаривать ответственные за расчистку структуры. Им с детьми проще большую часть года смотреть на недоступные горки из окон. Адалина Леонова, Дмитрий Зелинский, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнце ТВ. Жильцов дома номер 91 по проспекту Победы в Южно-Сахаленске должны переселить по решению суда. Трехэтажка аварийная и находится в удручающем состоянии. Ключи от нового жилья люди должны были получить в конце января, однако для некоторых из них ожидание может сильно затянуться. Шелкоблочный дом на 24 квартиры построили в 1956 году. Сейчас он подлежит сносу. Переселить жильцов к мэрии собиралась только в начале 2025 года. Это не устроило прокуратуру. Она подала в суд и добилась нового срока до 28 января года нынешнего. Ключи людям выдали, но с опозданием и не всем. Сейчас работа ведется в полной мере. Двухкомнатные квартиры все в этом доме уже переселены. Однокомнатные ждут своего переселения. Несмотря на слова представительницы муниципалитета, часть семей из двушек по-прежнему живет в старом доме. Ну а владельцам шести однокомнатных квартир новое жилье пока даже не обещают. За кадром они рассказывают. В мэрии оправдываются тем, что его нет. Судебное решение просрочено уже больше, чем на неделю. Однокомнатные квартиры сейчас планируется приобретать у застройщиков, либо на первичном рынке. О том, что этот процесс может стать долгим, говорит запрет администрации при переезде забирать пластиковые окна. Предлог, якобы в здании смогут проникнуть злоумышленники. Скорее всего, реальная причина в том, что без стеклопакетов здание быстро вымерзнет, разрушатся инженерные сети. Тогда обитателей однушек придется переселять экстренно. Многие сахалинцы обеспокоены тем, что МВД прекратило прием заявлений на биометрические заграничные паспорта. Документы нового образца сроком действия на 10 лет долго не выдают и тем, кто оформил заявку в январе. В полиции сообщили, что слухи о закрытии границ лишены оснований. Причиной перебоев стал повышенный спрос на загранпаспорта. Московская фабрика не справляется заказами на микрочипы, в которых хранится биометрическая информация. При этом создание документов не прекратилось. Надо просто подождать, пока не наладят производственные цепочки. Или если паспорт нужен срочно, обратиться в управление по вопросам миграции. При необходимости срочного выезда и поданного заявления с гражданином решается вопрос в индивидуальном порядке. Ему возможно выдать паспорт с пятилетним сроком действия, но при оплате госпошлины за этот паспорт. Работа по ранее принятым заявлениям ведется. Если гражданин готов ждать, его фотографируют, сканируют отпечатки пальцев. Если гражданин решит оформить обычный загранпаспорт, но уже оплатил госпошлину за биометрические, разницу в цене ему вернут. Правда, при условии, что его документ нового образца еще не прошел стадию проверки и оформления. Ориентировочный срок восстановления выдачи десятилетних паспортов – середина марта. Телефон для справок на ваших экранах. На пригородном маршруте Южно-Сахалинск-Дальнее будет ежедневно выполняться по 30 рейсов. С 13 февраля рельсовые автобусы начнут курсировать каждые 40 минут. Кроме того, в расписание добавят поездку поздно вечером. С помощью поездов муниципалитет рассчитывает решить транспортные проблемы Дальнего. Там живет около 15 тысяч человек, и это число постоянно растет. Автодороги не справляются с потоком машин. Мэрия провела опрос дальнинцев, чтобы выяснить, какого рейса им не хватает. Мы понимаем, что жителям очень важен максимально утренний рейс на 7 утра, на 7.10, 7.20. К сожалению, сейчас нет нужного количества подвижного состава. Правительство в этом направлении работает. Ориентировочно с 2024 года появятся дополнительные поезда, которые позволят обеспечить утренние рейсы. Дополнительные рейсы привязали к расписанию Орлана с маршрута Южно-Сахалинск-Орсаков. РА-3 будут ходить в течение дня четырехчасовым перерывом на обед. Добавлю, что в планах властей создание транспортно-пересадочных узлов в других пригородах областного центра и запуск туда поездов. В Южно-Сахалинске обновили 420 квадратных метров дорожного полотна. Реставрацию провели с использованием технологии литого асфальта. Она позволяет качественно проводить работы даже в условиях отрицательных температур. Подрядные организации заполняли асфальтом дефекты и выбоины на дорогах преимущественно в ночное и вечернее время, чтобы не создавать проблем движению автомобилей в городе. В ночь на 8 февраля специалисты привели в порядок участок улицы Чехова. Будет проводиться мониторинг нашими специалистами, выявляться новые какие-то выбоины, ямки. И будем их заделывать. У нас зимний период до 15 апреля длится, поэтому будем где-то планировать до 15. Все, что возможно делать, будем делать. Уже сейчас в ходе текущего мониторинга выявлено около 80 квадратных метров дефектной проезжей части. В самое ближайшее время городские власти обещают их устранить. Три четверти уголовных дел невозможно расследовать без проведения криминалистических экспертиз. По одному происшествию могут провести порядка пяти исследований разной направленности. Это выявление отпечатков пальцев, проверка почерка и установление подлинности документов. О способах расшифровки и исследования улик рассказали сотрудники полиции, нашему корреспонденту. В Сахалинской области используют 7 основных видов криминалистической экспертизы и около 20 специальных. Эксперт Евгения Дронкина в своей работе чаще всего сталкивается с дактилоскопическим методом исследования. Проще говоря, устанавливает личность человека по отпечаткам пальцев. И вот машина вам сама строит скелет. И уже исходя из этого, вы сами должны корректировать, правильно ли машина расставила признаки. Например, вот признак окончания популярной линии. Машина ставит как слияние. Это немного разные признаки, поэтому нужно здесь откорректировать и нарисовать как положено. Если проконтролировать точку, она будет уже светиться зеленым, а до этого бы светилась красным. Другая востребованная процедура – проверка подлинности ценных бумаг, документов, водительских прав и платежных средств. Опытные эксперты поддельные купюры зачастую могут определить визуально. Фальшивые деньги изготавливают из двух листов бумаги, соответственно, псевдобанковский билет толще оригинального. И у него могут расходиться углы. Однако некоторые нюансы способны разглядеть только специальная техника. Данный компаратор имеет различные режимы, такие как ультрафиолет, инфокрасное излучение. Также в инфокрасном излучении можно выбирать различные светофильтры. К примеру, если взять ультрафиолет, можно выявлять дополнительные элементы защиты, которые будут люминесцировать. Например, как мы видим, люминесцируют красным светом – это защитные волокна. Сотрудники полиции рассказывают, что в нашем регионе выполняют все необходимые виды экспертиз. Если потребуется дополнительное узконаправленное исследование, материалы дела передадут в другой город, где есть соответствующие специалисты. Различные проверки актуальны не только для подразделений ОМВД, но также и для Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Наиболее востребованное, к сожалению, это экспертизные наркотические средства. И в последнее время все большее значение приобрели автотехнические экспертизы, компьютерные и лингвистические. Криминалистические экспертизы проводят не только для восстановления справедливости, но и для научных целей. Сотрудники полиции рассказывают, бывают случаи, когда к ним обращаются специалисты музеев или архивов, чтобы восстановить историческую достоверность или содержание документов. Молодежный образовательный форум по кибербезопасности провели в Южно-Сахалинске. Его участниками стали около 70 студентов вузов и колледжей областного центра. В игровом формате через тренинги и лекции ребятам рассказали, как обезопасить себя в интернете. Участников поделили на 4 группы, с каждой работал модератор из IT-сферы. Специалисты научили ребят, как сохранить персональные данные, а также рассказали о видах сетевого мошенничества. Это фишинг различный, это ломание персональных данных, это отправление банковских карт и так далее. То есть сейчас мы реально столкнулись с тем, что каждый день многим из нас звонят мошенники и говорят, что наши средства под угрозой. Ну и многие как раз, к сожалению, ведутся на данные ловки и теряют деньги. Современная молодежь, она зависима, ну не только молодежь, даже взрослые подключаются к интернетам, к этой телефонозависимости и все больше и больше набирает оборотов. Вот это вот мошенничество в сети и кибербезопасность, это сейчас, наверное, одна из наиболее актуальных тем, которая должна подниматься, особенно среди молодежи. Подобные форумы проведут в Паранайске и Ноголиках. По итогам встреч самые активные участники смогут присоединиться к сообществу, где молодежь сможет выявлять и блокировать негативный контент в интернете. В областном центре запустили в работу пункт весового и габаритного контроля. Его расположили на 11-м километре дороги Южно-Сахалинск-Корсаков. Автоматический комплекс призван фиксировать превышение допустимой массы транспорта. Тестовый режим работы продлится три месяца. В течение этого времени штрафовать за перегруз перевозчиков не планируют. Комплекс способен автоматически взвешивать и выявлять габариты транспорта. Система фотофиксации установит и скорость движения. Предел допустимого весового значения будет зависеть от самого большегруза. На его определение повлияет модель транспорта и расстояние между осями. Данный пункт работает в тестовом режиме. Уже озвучивал. В течение трех месяцев он никого не штрафует из перевозчика. Следовательно, перевозчики могут обратиться в управление автомобильных дорог Сахалинской области и посмотреть все замеры. Если они проходят по этим параметрам, следовательно, они не берут разрешение на перевозку данного груза. Оно потребуется при превышении массы или осевых нагрузок на 10%. В такой ситуации перевозчику следует обратиться в Росдор-мониторинг или на единый портал государственных и муниципальных услуг. Оплатив пошлину, водитель сможет ехать с перегрузом. В противном случае он рискует получить штраф от 300 тысяч рублей до полумиллиона. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В мэрии областного центра назвали недопустимыми перебои в работе общественного транспорта. Поводом для категоричных заявлений стали участившиеся жалобы горожан. Жители активно сообщают о проблемах с графиком маршрутных автобусов. В связи с этим мэр Сергей Нацадин провел рабочую встречу с руководством транспортной компании. Глава города потребовал исправить ситуацию и по возможности минимизировать число сбоев. В то же время городоначальник высказался и о причинах возникающих трудностей. Связано с тем, что автобусы, даже новые мы покупали в 2016 году МАЗы, они эксплуатируются уже 7 лет. И все это влияет на то, что количество дефектов у них становится больше и чаще они становятся на обслуживании. В мэрии заявили, что ожидают новые поставки автобусов. Сергей Нацадин упомянул о 100 единицах, которые появятся в городе этой весной. В честь столетия российской гражданской авиации в Южно-Сахалинске прошли уроки по управлению квадрокоптером. Изучали беспилотники воспитанники детского технопарка «Кванториум». Подробнее в сюжете моего коллеги. Сотрудники «Кванториума» признаются, они и сами могут провести мастер-класс по квадрокоптерам. Однако, чтобы глубже погрузить ребят в тему, от помощи не отказываются. В этот раз пригласили в гости специалистов из частной компании, чей профиль использование БПЛА для выполнения реальных, полезных для общества задач. Они специализируются на использовании квадрокоптеров и других технологий для использования их в повседневной жизни, а также для мониторинга интересных важных объектов Сахалинской области. Лектор из этой компании показал аппараты, самые современные из которых способны с сотен метров буквально поймать муху в объективы камер, а также выявлять и регистрировать дефекты на промышленных и инфраструктурных объектах. По словам сотрудника предприятия, сборка аппаратов – отечественная, пусть и комплектующие зарубежные. В ходе теоретического занятия он подробно описал, как программируются и управляются дроны, какие задачи и в каких условиях могут выполнять. В кванториуме говорят, что внимание на занятиях уделяют не только беспилотникам. Каждый месяц у нас проходят тематические мероприятия, посвященные, например, Дню российской науки и другим нашим значимым мероприятиям. В целом, сегодняшний формат мероприятия направлено на наших непосредственно учащихся, чтобы расширить их кругозор. После теории и практика дети спустились на этаж ниже, чтобы самим попробовать порулить БПЛА. По итогам занятия все остались довольны, а в кванториуме обещают и дальше приглашать специалистов из реальных работающих отраслей, чтобы на живом примере увлекать ребят наукой и техникой. Евгений Черемухин, Руслан Ширяев, Александр Кладов, Сонс ТВ. Гастрономический фест «Наважный фест» в третий раз пройдет в областном центре. Его главные герои – самые популярные зимние виды рыбы – корюшка и навага. Повара кафе и ресторанов будут готовить из них оригинальные блюда. Жители острова и туристы смогут выбрать лучшие из них. 16 заведений общепита областного центра готовятся удивить гостей. Задача шефов – создать кулинарный шедевр из давно знакомых с сахалинцем продуктов. Их будут подавать сетами, состоящими из трех блюд. Мы предложим вам паштет, другими словами, это по-французски риет из наваги, похлебка из наваги и запеченная навага с пюре из корня сельдерея, спаржей и голландским соусом. Ну и, конечно, я думаю, над подачей я очень хорошо постараюсь. Посетители смогут попробовать фаршированную корюшку на важные рулетики и другие авторские произведения. Рестораторы подумали и над названиями сетов. Среди них есть такие, как «Дивный», «Зимняя феерия» или «Сахалинская классика». Из отзывов в соцсетях организаторы выберут лучшие блюда. С прошлого года мы проводим такое соревнование между заведениями, какое лучшее блюдо, какой лучший сет станет в народе популярным. Мы подводим всегда по итогам нашего наважного фестиваля пятерку лидеров. Мы точно для себя выявляем. И, конечно же, большая благодарность нашим рестораторам, которые традиционно принимают участие в этом фестивале и совершенствуют свое мастерство. В прошлом году гостям наважного феста продали более 2000 сетов. Возможно, этот рекорд будет побит. В проекте впервые участвует компания по доставке еды. Так что стать участником фестиваля можно и без похода в ресторан. Добавлю, что на сеты установлена единая цена – 950 рублей. Продлится мероприятие до 25 февраля. В Южно-Сахалинске проходит серия просветительских мероприятий для детей. Цель уроков – развитие у дошкольников устойчивую привычку следить за личной гигиеной и своим здоровьем. Проект организует островной центр медицинской профилактики. Одно из последних занятий прошло в детском санатории областного центра. Подробнее в следующем сюжете. Дошколята внимательно слушают специалистов и отвечают на простые вопросы. Что такое кариес? Для чего и как часто следует чистить зубы? Лекторы заранее подготовились и подают информацию в игровой форме. Здесь плюшевый персонаж – розовая пантера, он же тренажер. А рисование – способ научить ребенка правильно пользоваться зубной щеткой. Очищаем зубы верхней челюсти, как будто рисуем небо. Сверху вниз, сверху вниз. Много движений, выметающих движений для того, чтобы почистить весь мягкий зубной налет. Специфическая манера преподавания урока гигиены, говорят специалисты, работает. Дети быстро и легко запоминают движения, а главное – осознают важность процедуры, которая должна войти в их распорядок на всю дальнейшую жизнь. Она направлена в первую очередь на развитие устойчивого навыка у детей правильного ухода за полостью рта. То есть с раннего детства. Мы приучаем детей не просто чистить зубы, а чистить зубы качественно, бережно счищая мягкий зубной налет, для того, чтобы не давать микроорганизмам размножаться в полостью рта. В центре медпрофилактики проводят такие занятия регулярно, почти ежедневно. Все уроки являются частью большой программы, разработанной специалистами. Проводим такие мероприятия в детских учреждениях города Южно-Сахалинск. Это наш проект «Здоровые дети – здоровое общество». Это называется «Уроки здоровья». На них ребята узнают о гигиене, общей гигиене, о здоровом образе жизни. В следующие месяцы волонтеры центра продолжат посещать дошкольные учреждения, чтобы обучать детей здоровым и полезным привычкам. Евгений Черомахин, Иван Гамзов, Андрей Лангерман, Сонс ТВ. Отборочный этап Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям стартовал в Южно-Сахалинске. Участие принимают 79 команд из пяти муниципалитетов области. Отмечу, что это в два раза больше, чем в прошлом году. 9 февраля в дворце детско-юношеского творчества состоялась торжественная церемония открытия. Там же дали старт началу состязаний. Все команды поделены на два направления – печать на 3D-принтере и объемное рисование. В первый день делают запуск оба направления. Объемное рисование в этот же день уже показывает свои проекты и защищает их. Ребята, которые занимаются на 3D-принтере, работают с 3D-принтером, завтра доделают свои модели, то есть модели вечером на печать ставят сегодня, завтра они их дорабатывают и тоже проходит защита проекта. Людям нужно 3D-моделирование для того, чтобы открывать новые возможности в нашем мире, потому что без этого никуда. Это новые технологии, новые возможности. За счет этого мы сможем развиваться. Команды-победители представят Сахалинскую область на всероссийском этапе, который состоится в Санкт-Петербурге в апреле. Сахалинская сборная по керлингу дебютировала на первенстве Дальнего Востока. Соревнования подобного уровня для островного региона в новинку, как и сам вид спорта. Команду начали собирать только осенью. Во главе нее члены российской сборной и участница Олимпиады в Сочи Екатерина Антонова. Удалось ли ей в сжатые сроки подготовить коллектив, узнавала наша съемочная группа. Давайте все даем тренеру 5. Мастерства сахалинским керлингистам, может, еще и не хватает, но командного духа могут и сами одолжить. Матвей вместе с партнерами приступил к тренировкам только осенью, но уже ощутил вкус победы. На региональном турнире его квартет занял первое место. Так и проложил барин тропу на дальневосточные соревнования. Он меня привлек тем, что он еще на Сахалине не раскрытый, и я решил просто попробовать. И мне потом стало интересно, потому что тут не надо ни бегать просто, не торопишься, спокойно все делаешь. В Сахалинскую область на турнире представляют две команды. Это всего семь человек. Все они тренируются под началом Екатерины Антоновой. Специалист параллельно продолжает карьеру действующего игрока. Из-за этого ей на время пришлось оставить своих подопечных. По возвращении молодежь включилась в плотный рабочий график. Было максимальное количество тренировок на льду. Было УФП, мы занимались тактически, соответственно, с детьми изучали такие тактические приемы, отрабатывали процесс разминки и точность бросков. Поэтому максимальное количество тренировок. Три тренировки в неделю по два часа. Островная сборная здесь самая неопытная. Более сыгранные соперники приехали из Хабаровского и Приморского краев. Всего в турнире участвует семь команд. Лучших выявят по круговой системе. Каждый сыграет с каждым. Сам же регламент проведения соревнований мало чем отличается от Олимпиады. Мы здесь будем играть по восемь эндов. Немножко меньше, чем, может быть, на Олимпийских играх. Но это стандартное количество эндов для большинства соревнований. Здесь мы никаких повлажек не даем. Первенство Дальнего Востока продлится до 11 февраля. Победитель отправится на международные зимние игры «Дети Азии». Они пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области. Евгений Черомахин, Влад Французов, Александр Тетюников, Евгений Дзябченко, Сонс ТВ. Юные сахалинцы прокладывают тропу к новым навыкам. Помогает им в этом проект «Лыжи в школу». В рамках него учеников ставят на сноуборты горные лыжи. В этом году количество участников достигло тысячи человек. Сделать это удалось за счет расширения географии. Помимо областного центра, детей теперь обучают в Невельске и Тамаре. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Правильно обращаться с инвентарем, учат детей с первых занятий. Это лишь один из нескольких уроков, которые ребята постигли за три недели проекта. Самый важный на первых парах – техника безопасности. Ее маленькая Диана знает, как свои пять пальцев. А как иначе, у девочки очень важная миссия. Я хочу научить своих родителей кататься. Это была мечта моей мамы. Например, когда ты уже хочешь упасть спиной, тогда нужно делать так, а потом так делать, чтобы не удариться головой. Диана посещает занятия с 17 января. Обучение занимает около часа один раз в неделю. Помогают встать на лыжи или сноуборд опытные инструкторы. Владислав Осипов – мастер спорта. В проекте участвует второй год и подмечает – дети показывают рост. Были случаи, даже ребенок приходит, он даже встать не может, падает на лыжах, просит о помощи. На следующий год приходит и уже спокойно сам гоняет. То есть чувствуется прирост и физических качеств, и волевых каких-то. То есть он уже себя более уверенно чувствует. В этом году к занятиям присоединились 25 школ. Компанию Южно-Сахалинску составил Невельск и Тамари. Это 350 ребят, что примерно треть от всего количества участников. Этот год показывает десятикратный прирост занимающихся по сравнению с дебютным для проекта 2016-м. У нас потихонечку и количество видов спорта растет, и, естественно, детей. И хочется надеяться, что все-таки этот проект принесет свою, так скажем, плоды. Мы не просто будем заниматься физической культурой, но эти детки, может быть, понравившись им кататься просто, пойдут все-таки в спорт высших достижений. Некоторые так и поступили. В спортивной школе по горным лыжам и сноуборду отмечают – небольшой процент детей приходит к ним. В прошлом году таких набралось семь человек. Всего участвовали в 2022-м около 300 ребят. Закончился сезон, и по окончании сезона они пошли к нам в спортивную школу, зачислившуюся уже в начале июля. В этом году мы немножко по-другому сделали форматы. Для детей, у которых есть желание в школу пойти, проводим дополнительные занятия на бесплатной основе по субботам. Чтобы посмотреть, у кого есть желание, стремление, у кого лучше получится, мы их тоже готовы принять уже в середине сезона. Региональный проект «Лыжи в школу» завершится в конце марта. К этому времени подведут итоги. Школа ученики, которые покажут самое быстрое время спуска, получат переходящий шлем. Аделина Леонова, Влад Французов, Иван Гамзов, Андрей Лангерман. Солнце ТВ. Сахалинские «Акулы» в драматичном матче добыли два ценных очка. Островные хоккеисты смогли преодолеть серьезное сопротивление соперникам. «Скакарелия» контролировали игру в течение двух периодов. За 40 минут гости дважды поразили ворота хозяев и сохранили свои в неприкосновенности. Все перевернуло по заключительной 20-ти минутке. Как она сложилась, расскажем в следующем сюжете. «Скакарелия» в дебютном для себя сезоне в МХЛ – команда «Непредсказуемость». Она может и проиграть с треском, и победить, когда никто того не ждет. Удивили северяне и в первой встрече двухматчевой серии, переиграв сахалинских «Акул» со счетом 2-1. Создавать проблемы гости принялись и во втором матче. Если в стартовом периоде «СКА» почти в три раза перебросали «Островитян», но забить не смогли, то во второй 20-ти минутке голы посыпались друг за другом. Сначала на ошибки поймали Павла Колотыгина, а затем Кирилл Крупник удвоил преимущество. «Под шайбу игрок сахалинских «Акул». Не помогает это совершенно никак. Уберечь ворота от второй шайбы. 2-0 повели в гости». Исправлять ситуацию «Акулы» принялись в третьем периоде. И не без успеха. Всего 31 секунда понадобилась Тимофею Барсукову на первую хозяйскую шайбу. Охладили атакующий пыл гости спустя шесть минут усилиями Владимира Ковальчука. Среагировали сахалинцы на гол соперника оперативно и с двойным эффектом. Сначала Руслан Тютюников реализовал большинство, а затем Александр Фисенко затолкал в ворота третью шайбу. Восстановив равенство, сахалинские «Акулы» поймали кураж. Участились атаки и броски, но игра верно двигалась к овертайму. Препятствием на этом маршруте встали Тимофей Барсуков и Антон Данилов. Они на двоих сообразили гол. Удачно подкараулил ошибку соперника. Где-то, наверное, от куража, что все сегодня получается. Вот, удачно получилось отрезать соперника последнего и выдать передачу. Спасибо Антохе Данилову, что забил. Потому что если бы не забил, было бы неприятно, конечно. Поставил точку в игре Александр Морозов. Нападающему оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Эта победа по-прежнему сохраняет команде математические шансы на плей-ин. Впереди у сахалинских акул три встречи в Москве. Против крыльев Советов, Динамо и Красной армии. Евгений Черемухин, Влад Французов, Александр Тютюнников, Илья Назаров, СОНС-ТВ. Около сотни островитян присоединились к открытым всероссийским соревнованиям по коньковежному спорту «Лед надежды нашей». Любительские состязания приурочили к вековому юбилею Министерства спорта России. Они собрали участников из Южно-Сахалинска, Долинска и Углегорска. Любители активного образа жизни встретились на общественном катке парка имени Гагарина. Профессионально конькобежным спортом на Сахалине сейчас не занимаются. Нет соответствующей федерации. Поэтому среди участников в основном любители. Почетный гость Ираида Зыкова. Женщина застала времена спортивной секции скоростного бега на коньках. В свое время она завоевала несколько десятков медалей на соревнованиях разных уровней. Сейчас с удовольствием делится с участниками секретами удачного старта. В 85-го года последняя зона здесь была. А так участвовали во всех зональных соревнованиях, команду. Ну, в общем, все сборы, подготовка отличная была. Ну, все потом закончилось. А теперь я с грустью смотрю вот на это все. Ну, надеюсь, что зазвенят коньки на Сахалине. Всех участников поделили на шесть возрастных групп. Для детей дистанция 50 метров. Все остальные бегут 100 метровку. В основном к соревнованиям привлекают хоккеистов или ребят, которые занимаются фигурным катанием. Однако за многолетнюю историю существования состязания из года в год собирают все больше любителей активного образа жизни. И судейство у нас более лояльное к этому отношению, что, ну, не та кипировка, допустим, не те коньки, не у кого-то фигурные, у кого-то хоккейные, не те, так сказать, защита-то. Но стараемся организовывать, людям нравится, и мы это проводим каждый год и получаем достаточно положительные отклики. Лед надежды нашей проводят во многих регионах страны. Сахалин в числе участников уже более пяти лет. Ввиду отсутствия профессионального пласта спортсменов, в нашем регионе состязания проводят в общездоровительных целях. И судя по количеству участников, люди в этом заинтересованы. Аделина Леонова, Влад Французов, Руслан Ширяев, Андрей Лангерман. На Сахалине стартовала зимняя футбольная лига 2023. Турнир стал юбилейным, десятым по счету и традиционно проходит на площадке Олимпии парка в областном центре. За победу сражаются 44 команды, дети и юниоры из нескольких районов острова. Подробнее расскажет мой коллега в следующем сюжете. Давайте, чтобы мы постарались все привыкнуть к работе. Ясно? Той, которая нужна. Мяч берем под контроль, мяч берем под контроль. Друг по другу открываемся, понятно? Стараемся ради товарищей своих. На поле уже проходят первые матчи, наставники вовсю получают своих подопечных. Сами игроки в это время тоже морально готовятся. Обсуждают с друзьями тактику или просто расслабляются, чтобы позже выйти на поле, так сказать, без лишних нервов. Организаторы говорят, год от года уровень соревнований растет, как и число участников. Турнир мы начинали с 23 команд. Это немножко заходило в историю. Мы же с 2017 года стараемся держаться в урне. У нас не уменьшалось количество заявленных команд, меньше 40. В этом году участвуют 44 команды. Кроме Южно-Сахалинска, к турниру съехались парни из Долинска, Хомска, Невельска, Анивы, Паранайска и Углегорска. Три возрастные категории. Самым младшим здесь по 8 лет, старшим не больше 14. Судейских ожиданий нет, все-таки это всего лишь дети. С ними главное показать, что футбол это честная игра и нужно быть максимально целеустремленным, чтобы показать какой-то результат. Сами игроки, по крайней мере те, с кем удалось пообщаться, все как один говорят серьезно и с чувством об этом виде спорта. Спикеры пусть и дети, но очень серьезно и доходчиво смогли объяснить, почему они играют и какие качества от них требуются в грядущих матчах турнира. Надо попробовать победить, сразиться, посмотреть свои силы, не просто попинать, а показать себя, всю свою силу. Зимняя футбольная лига – событие длительное. Традиционно матчи продлятся около трех месяцев. Последние игры состоятся в апреле. Евгений Черомухин, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин, Солнц-ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, свежие новости. Сахаринской области мы рассказываем на Солнце-ТВ каждый вечер в 20.00. А сюжеты, выходившие в эфир, можно найти на нашем YouTube-канале. В студии был Влад Французов. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Спонсор прогноза погоды – компания «Империя» Спонсор гонки prochain другие. Субтитры создавал DimaTorzok Подробности по телефону 505 500 и на сайте www.505500.ru